Беседа 12, 137 И вчера я сказал, благословен Бог, и сегодня скажу опять это же самое. Хотя бедствия и прошли, но да не проходит памятование о бедствиях, не для того, чтобы нам скорбеть, на что благодарить. Если останется памятование о бедствиях, то никогда не настанут и самые бедствия. И к чему будут бедствия, когда и памятование их умудряет нас? Поэтому как Бог не попустил нам потонуть в наступивших скорбях, так и мы не дадим себе расслабнуть по минованию их. Ободрил Он нас тогда в унынии, возблагодарим же Его теперь в радости. Утешил Он нас в печали и не предал. Не предадим же и мы сами себя в счастье и не впадем в беспечность. Во время сытости помни о времени голода. Хераха 18.25 Будем же и мы помнить время искушения в день спокойствия, да и с грехами сделаем то же самое. Если ты согрешишь, и Бог простит тебе грехи, прими прощение и поблагодари Бога, но о грехе не забывай. Не для того, чтобы тебе мучить себя мыслью о грехе, но чтобы научить душу не предавать легкомысленной веселости и не впадать в те же грехи. Так поступил и Павел, и прибавил, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным определить на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведении и в неверии. 1 Тимофея 1.12.13 Пусть, говорит, сделается явная жизнь раба, чтобы открылось человеколюбие владыки. Хотя и получил я прощение грехов, но воспоминания о них не оставляю. И через это не только открылось человеколюбие владыки, но и Павел сделался славнее. 2 Тимофея 2.13.13 Когда ты узнаешь, каков он был прежде, то будешь удивляться ему сильнее. Когда увидишь, из кого и кем он стал, то почтишь его более. 3 Если сам ты много согрешил, то, начиная переменяться, получишь от этого примера добрую надежду, так как он, кроме вышесказанного, утешает и ободряет впадших в отчаяние. 4 Это же будет и с нашим городом. Все случившееся и доказывает вашу добродетель, так как вы покаянием могли отклонить столь великий гнев и возвещает о человеколюбии Бога, который ради малого обращения отвел такую тучу и ободряет всех отчаивающихся, научая их нашими событиями, что кто смотрит горе к Божьей помощи, тот не может потонуть. Хотя бы его со всех сторон обнимали тысячи волн. Видел ли кто, слышал ли кто когда-нибудь о бедствиях подобных нашим? Ежедневно ожидали мы, что город наш вместе с жителями будет истреблен до основания. Но когда дьявол надеялся потопить нашу ладью, тогда-то Бог и сделал полнейшую тишину. Не забудем же великости бедствий, чтобы помнить и величие благодеяний, оказанных Богом. Не знающий свойства болезни не узнает и искусство врача. Расскажем это и нашим детям, и передадим в роды родов, чтобы знали все, как дьявол усилился истребить и самое место города, и как Бог при глазах всех восстановил этот падший и низверженный город, и не попустил ему потерпеть ни малейшего вреда, но с великой скоростью и разогнал страх и устранил опасность. На прошедшей неделе мы все ожидали расхищения наших имений, нашествия воинов и воображали себе множество других бедствий, но вот все это прошло подобно облаку и тени мимолетные. И наказанные мы только ожиданием бедствий, или лучше сказать не наказанные, а наученные, и делались лучшими от того, что Бог смягчил сердце царева. Будем же говорить всегда и каждый день, благословен Бог! Станем с большим усердием приходить в собрание и притекать к церкви, от которой получились только пользы. Знаете, куда вначале вы прибегли? Куда стеклись? Откуда пришло к нам спасение? Будем же держаться за этот священный якорь, и как он не выдал нас во время опасностей, так и мы не оставим его время спокойствия, но останемся при нем неотлучны, ежедневно будем составлять собрания, творить молитвы, слушать Слово Божие. И свободное время, которое употребляли на разведывание, расспрашивание, бегание около приходивших из столицы, и на заботу об угрожавших бедствиях, все это время станем употреблять на слушание божественных заповедей, и они на занятия неуместные и бесполезные, чтобы опять не подвергнуться нам тому же смятению. 139. В три прошедшие дня мы рассматривали один способ богопознания и окончили его объяснением, как небеса проповедуют славу Божию, и что значит изречение Павла, ибо невидимая его вечная сила его от создания мира через рассматривание творений видимы, и показали, как прославляется Создатель сотворения мира, как небом, землею и морем. Сегодня, полюбомудрствовав немного опять о том же предмете, перейдем к другому. Бог не только сотворил мир, но сотворенному даровал и способность действовать, так, впрочем, что и невесть оставил его без движения и не всему повелел двигаться. 149. Небо стоит неподвижно, как говорит пророк, поставивши небо, как шатер, и простерши ее, как скиню на земле, и солнце с прочими звездами бежит ежедневно. Земля опять стоит твердо, а воды текут постоянно, и не только воды, но и облака, и дожди, и частые, и сменяющие друг друга в свое время. И хотя природа дождей одна, но происходящие из них различны. В винограде дождь бывает вином, в маслине маслом, а в других растениях превращаются в их соки. Утроба земли одна, но производят различные плоды. Теплота солнечного луча одна, но различное приводит все в зрелость. Иное медленнее, другое скорее. Кто не изумится и не удивится этому, впрочем, не то только удивительно, что Бог устроил в природу различное и разнообразное, но и то, что предложил ее всем вообще, и богатым, и бедным, и грешным, и праведным, как сказал Христос, что солнце свое посылает сиять на злых и на добрых, и дождь дает на праведных и неправедных. Наполнил ее бесчисленным множеством животных, и дав им врожденной наклонности, повелел нам одним подражать, а других избегать. Например, муравей трудолюбив и работает неутомимо. Поэтому, если будешь внимателен, получишь от этого животного весьма важное наставление не предаваться неге и не бегать забот и трудов. Потому и Писание к нему отсылает ленивца, говоря, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Не хочешь, говорит, понять из Писания, что трудиться доброе дело, и что нетрудящийся не должен и есть. Не хочешь выслушать этого от учителей, научись же от бессловесных. Так поступаем мы и у себя дома, когда старший, и считающийся лучшими, сделает какой-либо проступок. Мы часто велим смотреть на рачительность детей и говорим, «Посмотри, он меньше тебя, а как прилежен и заботлив». Так и ты, примес муравья, величайший урок трудолюбия, и поделись твоему Господу. Не в том только, что он создал солнце и небо, но и в том, что создал и муравья. Это животное хоть и малое, но представляет собой великое доказательство премудрости Божией. Пора смысли же, как оно умно, и поделись, как Бог в таком малом теле мог поместить такую неутомимую охоту к трудолюбию. Итак, у муравья учись трудолюбию, а у пчелы – любви, и к чистоте, и к труду, и к ближним. Она каждодневно трудится и работает не столько для себя, сколько для нас. И христианину более всего свойственно искать пользу не себе, но другим. Как пчела облетает все луга, чтобы приготовить трапезу другому, так делай и ты, человек. Если накопил ты денег, употреби их на других. Если у тебя есть слова наведания, не закопай их, но предложи нуждающимся. Если другой какой избыток, будь полезен имеющим нужду в плодах трудов твоих. Не видишь ли, что пчела уважается более других животных не за то, что трудится, но за то, что особенно, что трудится для других. Ведь и паук трудится и хлопочет, растягивает по стенам тонкие ткани, выше всякого искусства женского. Но его не уважает, потому что работа его для нас совершенно бесполезна. Таковы те, которые трудятся и хлопочут только для себя. Подражай не злобью голубя, подражай любви осла и вала к своему господину. Подражай беззаботности птиц. Можно многим воспользоваться бессловесных к исправлению нравов. И Христос учит нас примером этих животных. Будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби. И опять посмотрите на птиц небесных, что они не сеют, не жнут. И Отец Небесный ваш питает их. И пророк, с идя неблагодарных иудеев, говорит, «Вол знает владетеля своего, и осел ясный господина своего. Израиль же меня не знает». И опять Иеремия, 8 глава, 7 стих. Пророк говорит так. «И аис под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». От этих и подобных им животных учись делать добро, а от противоположных им научайся убегать порока. Как пчела любит делать добро, так аспид вредит. Отрень же злобу, чтобы не услышать тебе, что яд аспида под устами их. Собака затем бесстыдна возненавить и это зло. Летится хитро и коварно, не подражая этому пороку. Но как пчела, летая по лугам, не все уносит с собой, но выбирая полезное, прочее оставляет. Так сделай и ты. Рассмотрев породы бессловесные, бери себе, что есть в них полезного. И какие у них добрые качества от природы, те усовершай ты в себе свободной волею. Кем-то ты почти над Богом, что Он дал тебе возможность, естественное убессловесность, добро, совершать по свободному изволению, да и получил ты за это и награду. Но они делают добро не по свободе и не по рассуждению, а по влечению только природы. Например, пчела делает мед, наученный этому не разумом и размышлением-то, но природою. Ведь если бы это не было делом природы и наследственной способностью всего рода пчел, то без сомнений некоторые из них не знали бы этого искусства. А между тем, с самого сотворения мира до настоящего дня никто не видал таких пчел, которые бы не делали ничего и не составляли меда. Естественное общее всему роду, а что от свободы, то они всеобщие, потому что для совершения этого нужен труд. 141. Итак, взяв все наилучшее, обладаем, ты царь бессловесный, а цари в избытке имеют у себя то, что они есть наилучшее у поданных золото, или серебро, или драгоценные, или камни, или великолепные одежды. И смотря на природу, удивляйся своему Господу. Если же что-либо из видимого превышает тебя, и не можешь ты найти цели, прослась создателя из-за того, что мудрость создания превосходит твое разумение. Не говори, для чего это? К чему это? Всякая вещь полезна, хотя мы и не знаем цели. Как вошедший в лечебницу и увидев множество приготовленных инструментов, ты удивляешься их разнообразию, хоть и не знаешь их употребления. Так сделай в отношении к природе. Видя множество животных, трав, растений, других вещей, которых употребления не знаешь. Поделись их разнообразием и изумись великому художнику Богу за то, что Он и не все открыл тебе, и не все оставил сокровенным. Не все оставил Он сокровенным, чтобы ты не сказал, будто существующий оставлено без промысла. Не все сделал тебе известным, чтобы великое знание не надмило тебя гордостью. Так и первого человека злой демон не зверг обещанием большего знания, а лишил и того, какое у него было. Поэтому и премудрый советую так, через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай, что заповедано тебе, о том размышляй, в Террафах 3.21, потому что большая часть дел божьих сокровенно. А далее... И далее... При многих занятиях твоих о лишнем не забудьте. Тебе открыто очень много из человеческого знания. А это сказал Он в утешение тому, кто скорбит и сетует, что не все Он знает. И то говорит, что дано тебе знать гораздо выше твоего разума. И это узнал ты не сам собою, а наученный от Бога. Будь же доволен данным богатством, и не ищи большего. Но благодари за то, что получил. Не ропщи за того, что не получил. Прославляй Бога за то, что знаешь, и не соблазняйся из-за того, чего не знаешь. То и другое Бог устроил на пользу. Одно открыл, а другое скрыл. Для твоего спасения. Итак, один способ богопознания из рассматривания природы может, как я сказал, занять нас на много дней. Впрочем, чтобы рассмотреть с точностью устройства и одного человека, с точностью говорю, возможность для нас, а не с совершенной точностью. Ибо хотя мы сказали о многих свойствах вещей, но есть гораздо более других непостижимых вещей, которые знает создавший Бог. А мы не знаем всех их. И так, чтобы с точностью рассмотреть все устройство человека и открыть премудрость в каждом члене, разделении, положении, нервов, жил, артерий и устройства всего прочего, для этого раскрытия не достало бы нам и целого года. Посему окончим здесь это рассуждение. И да, в случае трудолюбивым и любознательным, на основании сказанного, рассмотреть и прочие части природы, обратим слово к другому предмету, который также может показать божественное промышление. Какой же это другой предмет? Тот, что Бог вначале, созидая человека, даровал ему естественный закон. Что такое естественный закон? Бог впечатлел в нас совесть и познание добра и зла, сделал врожденным. Нам не нужно учиться, что блуд есть зло, а целомудрие добро. Мы знаем это от начала. И для удостоверения, что мы знаем это от начала, законодатель, давая впоследствии закон, он и сказал, не убей, не прибавил, что убийство есть зло, а сказал просто, не убей. Он только запретил грех, а не учил о нем. Почему же, сказав, не убей, он не прибавил, что убийство есть зло, потому что совесть предварительно научила нас этому, и он говорит об этом, как уже с знающими и разумеющими. Но когда говорит о другой заповеди, не открытой нам совестью, тогда не только запрещает, но прилагает и причину. Так полагая закон о субботе и говоря, в день субботи, не делая никаких дел, он присовокупил и причину покоя. Какую? Потому что в день седьмый почил Бог от всех дел своих, которые творил. И еще, ибо раб ты был в земле египетской. Почему же, скажи мне, к заповеди о субботе, он присовокупил и причину, а касательно убийства, не сделал ничего такого, потому что та не из первоначальных и не открыта нам совестью. Но есть заповедь частная и временная, поэтому она и отменена впоследствии. А заповеди, необходимые, составляющие основания нашей жизни, суть, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Поэтому он не прилагает к ним причины и не вводит учения, но довольствуется простым запрещением. 143 Впрочем, не из этого только, но из другого попытаюсь доказать вам, что человек от природы получил познание добра. Адам сделал первый грех и после этого греха тотчас скрылся. Если бы он не знал, что сделал что-то злое, то для чего бы стал скрываться? Еще не было и письмен, ни закона, ни Моисея. Как же он узнал грех и скрывается, и не только скрывается, но еще, будучи обвиняемым, пытается сложить вину на другого и говорит, «Жена, которой ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И это опять слагает вину на другого, на змея. Посмотри же на премудрость Божию. Когда Адам сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Бог не тотчас облечил его на деле и не сказал, «Почему ты вкусил от древа?» Но как? Кто сказал тебе, говорит он, что ты наг, «Не ел ли ты от дерева, которым я заповедовал тебе, говоря, не есть от него?» Бог и не умолчал, и не облечил его прямо, не умолчал, чтобы вызвать его к признанию во грехе, не облечил прямо, чтобы не все было делом Божиим, и человек не лишился прощения, которое даруется нам за раскаяние. Потому Бог и не высказал прямо причины, от которой произошло познание греха, но начинает речь в виде вопроса, оставляя человеку возможность дойти до признания. То же самое можно видеть опять на Каине и Авеле. Они первые принесли Богу начатки трудов своих. Мы хотим доказать примером не только зла, но и добра, что человек по природе знает то и другое. Человек знает, что грех есть зло, это показал Адам. И что он знает так же, что добродетель есть добро, это опять показал Авель. Он принес свою жертву не по чьему-либо наставлению, и не по внушению закона, который говорил бы тогда о начатках, но наученный сам собою и совестью. Не свожу речи далее, но занимаюсь первыми людьми, когда еще не было ни письмен, ни закона, ни пророков, ни судей, но один Адам с детьми, для того, чтобы ты узнал, что познание добра и зла первоначально вложено в природу человека. Откуда бы иначе узнал Авель, что доброе дело приносить жертву, доброе дело почитать Бога и благодарить за все. Что же скажешь, Каин разве не принес жертвы? Принес и он, но не так, как Авель. И отсюда опять открывается познание, внушаемое совестью. Каин, когда по зависти вознамерился убить почтенного Богом брата, скрывает это коварное намерение и что говорит? Пойдем в поле. С виду одно, лечи на дружелюбие, а в мысли другое, намерение брата убийства. Если бы Каин не знал, что это намерение злое, для чего бы стал скрывать его? И по совершению убийства, когда Бог спрашивает ее, где Авель, брат твой, он опять говорит, не знаю, разве я поставлен сторожем брату моему? Почему же он не признается? Не ясно ли, что он сильно осуждает сам себя? Как отец с его скрылся, так он не признается, а после обличения сам же говорит, велика вина моя. Но язычник не принимает этого, побеседуем же и с ним. И что сделали мы относительно природы, сразившись с язычниками не только писанием, но и умозаключениями, тоже будем делать теперь касательно совести. И Павел также, сражаясь с ними, употребил этот способ доказательства. Что же говорят они? Нет у нас, говорят, врожденного закона в совести. Бог не положил его в природе. Всего же, скажи мне, всего их законодатели написали законы о браке, об убийствах, о завещаниях, о залогах, о непритеснении ближних и о многом другом. Нынешние законодатели, может быть, научились от предшественников, эти от прежних, а эти опять от древнейших. Но от кого научились те, которые вначале и первые издали у них законы? Не ясно ли, что от совести? Ведь они не могут сказать о себе, что были с Моисеем, что слушали пророков, как этому быть, когда они язычники? Отсюда очевидно, что на основании закона, дарованного Богом, человеку, в начале, при сотворении, на основании его, они постановили законы, изобрели искусство и все прочее. Искусство также изобретены, то есть первые люди дошли до них по внушению к природе. Так произошли и судилища, так установлены и наказания, о чем говорит и Павел. Многие из изыщников хотели спорить и говорили, как Бог будет судить людей, живших прежде Моисея? Не послал еще он законодателя, не дал закона, не послал ни пророка, ни апостола, ни евангелиста. Как же будет изыскивать с них? Поэтому Павел, желая показать, что они имели врожденный закон и хорошо знали, что должны делать, сказал вот что. Кремленам, 2 глава 14 стиха, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Еще 12 стих. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, что значит «к вне закона погибнут?» Значит, не закона судит их, а мысли и совесть. А если бы они не имели закона в совести, то им не следовало бы за грехи погибать. Как же иначе, если они без закона согрешили? Но словом «без закона» апостол выражает не то, будто они вовсе не имели закона, но что не имели закона письменного. Закон же естественной имели и еще напротив «слава и честь и мир всякому делающему доброй, во-первых, иудею, а потом и еллину». 145 Так говорит апостол, рассуждая о прежних временах, протекших до пришествия Христова. Еле нам называют здесь не изолослужителя, но поклоняющегося единому Богу, только не связанного иудейскими обрядами, то есть субботами, обрезанием и разными очищениями, а живущего весьма мудро и благочестиво. И опять, рассуждая о том же, говорит скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, а потом и еллина. Римлянам 2.9 И здесь еллином он называет человека свободного от соблюдения иудейских обрядов. Если же такой человек ни закона не слыхал, ни с иудеями не обращался, то почему постигнет его ярость и гнев и скорбь за дела худые? Потому что он имел совесть, которая внутри говорила ему, наставляла и учила его всему. Из чего это видно? Из того, что он сам наказывал других за преступления, издавал законы, учреждал судилища? Это самое показывая, Павел сказал о людях порочных. Они знают праведный суд, Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. А из чего, скажешь, узнали они, что воля Божия такова, чтобы живущие нечестиво наказываемые были смертью. Из чего? Из того, почему они сами осуждали других согрешающих. В самом деле, если ты не почитаешь злом убийство, то поймав убийцу, не казни его своим судом. Если не почитаешь злом прелюбодеяния, то когда попадется прелюбодей, оставь его без наказания? Если же ты против чужих грехов и пишешь законы, и определяешь наказание, и бываешь строгим судьею, то какое можешь получить извинения в собственных твоих грехах, говоря, будто ты не знал, что должно делать? И ты прелюбодействовал, и он. Почему же его наказываешь, а себя считаешь достойным прощения? Если бы ты не знал, что прелюбодеяние есть зло, не надлежало бы наказывать и другого. Если же другого наказываешь, а себя считаешь неподлежащим наказанию, то согласно ли с разумом об одинаковых грехах произносить неодинаковый приговор? За это самое обвиняя, Павел сказал, как же ты человек, судя другого, не судишь себя самого? Или думаешь избежать суда Божия? Нет, это не так. Тем судом, говорит, какой ты произнес на другого, и тебя Бога судит тогда. Ведь, конечно, не ты только справедлив, а Бог несправедлив. Если же ты не оставляешь без внимания проступков другого, то как оставить Бог? Если ты исправляешь грехи других, то как Бог не будет исправлять тебя? Если же Он не тотчас посылает на тебя наказание, не надмивайся этим, но тем более страшись. Так повелел и Павел. Римлянам 2.4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Не для того, говорит он, Бог долго терпит, чтобы ты сделался хуже, но чтобы раскаялся. Если же не хочешь, его долготерпение послужит основанием к большему наказанию твоей нераскаянности. И это самое показывая, апостол сказал, но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. И в пятый и так по елику Бог воздаст каждому по делам и вложил в нас естественный закон, а потом дал и писанный для того, чтобы за грехи наказывать, а за добродетели увенчать, то будем устраивать дела свои с великой тщательностью, как готовящиеся предстать некогда предстрашное судилище, зная, что не получим никакого прощения, если при законе естественном и писанном после такого наставления и непрерывного увещания вознеродим о своем спасении. 146. Хочу опять поговорить с вами о клятвах, но стыжусь. Не тяжело мне говорить вам день и ночь одно и то же, но боюсь, чтобы проследив за вами столь много дней, не обвините меня в вас в великой беспечности тем, что нужно вам постоянно напоминать о таком легком деле. Да не только стыжусь, но и боюсь за вас, потому что непрерывное наставление внимательным полезно и спасительно, а неродимым вредно и опасно. Чем чаще слышит кто, тем больше навлекает на себя наказание, если не исполняет слышанного. За это-то, упрекая иудеев, Бог и сказал Иеремия 29, 19. Я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. Правда, мы делаем это ради великого попечения вас, но боимся, чтобы это увещание, этот совет не восстали против всех вас в тот страшный день суда, потому что если самое дело легко и напоминают о нем непрестанно, то что можем мы сказать в свое оправдание и какой ответ избавит нас от наказания. Скажи мне, если ты дашь кому взаймы денег, не напоминаешь ли об этом займе должнику всякий раз, как с ним встретишься? Так поступи здесь. Каждый из вас пусть считает ближним должником себе, обязанного вместо денег исполнять эту заповедь и при встрече с ним пусть напоминает ему об уплате долга, зная, что немало и угрожает нам опасность, если не родим о братьях. Поэтому и не перестаю говорить одно и то же. Боюсь я, чтобы не услышать в тот день лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял и собираю где не рассыпал. Не надлежало ли отдать тебе серебро мое торгующее? Вот я и отдавал его не раз и не два, но многократно. Ваше уже дело представить и прибыль. А прибыль от слушания есть исполнение слышанного на деле, потому что отдаваемое Господне. Итак, примем не с небрежением, но тщательно сохраним этот залог, чтобы возвратить его в тот день с великой прибылью. Если ты не склонишь и других к той же добродетели, то услышишь тот же голос, какой услышал закопавший талант в земле, но дай Бог услышать вам не этот, а другой голос, который обратил Христос к сделавшему прибыль. Добрый раб и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. и мы услышим этот голос, если окажем такое же, как он, усердие, а такое усердие окажем мы, если вспомним то, о чем говорю. Вышедши отсюда, пока у вас еще живо слышанное, увещевайте друг друга, и как расстаетесь все вы с пожеланием здравия, так и уходи каждый домой с увещанием и говори ближнему, помни и смотри, как бы тебе соблюсти эту заповедь, тогда мы конечно будем иметь успех, если друзья отпустят тебя с таким советом и жена когда будешь ты дома станет напоминать о том же и когда будете одни с вами неотлучно будет слово наше, мы скоро бросим эту дурную привычку. Знаю, что вы удивляетесь, почему я так заботюсь об этой заповеди, но исполните, что приказано и тогда скажу причину. Теперь пока вот что скажу. Заповедь это закон божественный и приступать ее небезопасно. Если же увижу, что она исполнена, скажу вам и другую причину, не меньшую первой, чтобы вы знали, что я справедливо так заботюсь об этом законе, но время уже окончить слово молитвою. Скажем же все совокупно, Боже, не хотящий смерти грешника, но чтобы обратиться ему и живу быти, сподобие нас исполнить и эту и все прочие заповеди и таким образом предстать престолу Христа Твоего, дабы получить великое дерзновение наследовать нам царствие во славу Твою, ибо Тебе подобает слава соединородным Твоим Сыном и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.